Всем привет! Меня зовут Ляна, и я рада приветствовать вас на своём канале. Хотела бы поздравить вас с наступившим 2024 годом, также с Рождеством. Этот год начался, в принципе, очень даже неплохо. Напишите в комментариях, как вы провели эту новогоднюю ночь, что было интересного. Может быть, ходили на ёлку, как вы встречались с семьёй, с друзьями. В общем, делитесь в комментариях. Также хотела принести свои извинения, что меня так долго здесь не было. Просто 2 января я вышла на работу и заболела. Заболела, и по сей день я сейчас на больничном. Но мне уже получше, поэтому я решила сразу войти, ворваться к вам сюда и рассказать о своём новом аромате. Также я с этим ароматом встречала Новый год. Давайте начинать? Немножко поправила. Этот аромат появился у меня, естественно, до Нового года. Там буквально так незадолго. И как я вообще его купила, этот аромат? Я поддалась всеобщему... Как вам сказать? В общем, была такая супер-супер скидка в золотом яблоке. Этот аромат, я думаю, вы уже поняли. Либо, может быть, вы заглянули ко мне в описании. Вот. Что же это за аромат? Так же я подбила свою подписчицу, Инночку, прекрасную девушку, на покупку этого аромата. Прежде чем я его сама купила вообще. Вообще, когда я его заказала, когда он ко мне шёл, я не ждала ничего прям супер-особенного. Да, я ждала приятный женственный аромат. Но это оказалось вообще... Это вообще превзошло все мои ожидания. И говорю я о аромате Mugler Alien Goddess. Прошу прощения. У меня в тридцатке данная прелесть. Также была возможность купить 60 мл. Их разбирали гораздо быстрее. Я вообще в полном восторге от этого прекрасного такого пришельца. Это же пришелец, да, у нас. От этого замечательного вообще флакона. Звучание. Звучание это... Я не думала, что это будет так. Вообще, я и по пирамиде, и по отзывам я ожидала, что это будет что-то похожее на Lancome La Vie Belle Soleil Crystal, солнечный кристалл. И в какой-то степени при первом распылении мне показалось, что это действительно что-то... Ну, есть напоминание такое. Но этот аромат, он оказался более интересным даже, чем Lancome. И в какой же это вообще степень у нас более интересный? Почему? Почему я так говорю? Во-первых, это супер безумно. Это вообще один, наверное, из самых таких комплементарных ароматов в моей коллекции. Потому что, когда я его надела первый раз, надела я его на работу, пришла моя коллега. Она весь день, всю смену 12 часов, водила носом за мной. Она говорит, во-первых, это вообще супер огромный шлейф. И просто на весь большой магазин, где я работаю, этот шлейф стоит. И приятно стоит, он не бьет нос, за ним хочется тянуться. Она говорит, это очень манкий аромат, настолько, что... Ну, вообще, это просто настолько манкий, что секс во флаконе, как бы я... В общем, да, это именно то, о чем я хотела бы сказать. Что это секс во флаконе, это очень манкий аромат. Он, знаете, я когда думала, как же, как же мне его описать, мне на ум пришло, что этот аромат как очень красивая, шелковая, ночная сорочка. Она такая гладкая, нежная, на такой чуткой коже красивой девушки. Это именно про это. И да, многие говорят, что это аромат крема, например, от загара. Это такой пляжный аромат за счет ноты кокосового молочка в верхах. Но я бы сказала, что это также действительно какой-то такой ночной аромат. Не в плане, что его нужно только на ночь наносить, но действительно я его представляю как безумно красивая и очень такая тонкая шелковая ночная сорочка. Просто действительно на мега такой чуткой тонкой коже красивой, безумно красивой девушки. Это очень нежно, просто безумно. И я пока работала все те 12 часов, мужчины водили носом за мной. То есть я шла, они шли. И я прямо замечала, как они пытались, видимо, уловить, понять, чем же это пахнет. И один мужчина даже сказал, говорит, от вас исходит просто безумно приятный аромат. Вот, это же очень приятно, когда тебе говорят комплименты на ароматы. И я просто в каком-то... Пребываю в шоке немного, потому что я действительно вообще ничего такого не ожидала от аромата. Я думала, ну, будет у меня для коллекции, тем более грех за такие деньги не купить, мюглер. Мюглер. Действительно очень красивый аромат. И, насколько я помню, по-моему, его выпустили в 2021 году. И, если честно, я не совсем поняла, почему, что за такая распродажа. Ну, как сказать, что за такая бешеная скидка в золотом яблоке. И, насколько я знаю, в Литуале его продавали за ту же стоимость, что и в золотом яблоке. И где-то я слышала, такой, точнее, сушок прошел, что вроде как мюглер выводят из России, и поэтому вот так распродают. И якобы, что с ланкомом произошло то же самое, я уверять не буду. Просто вот говорю, сообщаю вам, что я такой сушок мимо меня пробежал, что да, это так. И, в принципе, ну, во-первых, естественно, я абсолютно не жалею, что я приобрела этот аромат. Вообще, как можно жалеть о таком? И вообще, я как парфюмоньяк, я особо даже не, ну, почти никогда не разочаровываюсь в своих покупках. Бывает такое у меня с бюджетом. С бюджетом, поэтому я перестала бездумно покупать бюджет, это сто процентов. Просто с тем же люксом можно как-то подружиться попробовать, либо же можно его, ну, в конце концов, например, продать. Но бюджет с бюджетом гораздо сложнее, поэтому бюджет либо уходит подругам, либо уходит домой к папе, либо уходит как ароматизатор для дома, как бы это ни звучало. Вот. Поэтому с бюджетом я осторожничаю, с люксом. Особенно, если я прочитала отзывы, если пирамида мне симпатична, то почему бы и нет? Вот. Я хочу зачитать пирамиду, я не помню её полностью. Я рассказала свои ощущения данного аромата. Точно скажу вам, что абсолютно точно действительно есть это кокосовое молочко, есть нежность, нежность какой-то такой пудры. И если сильно-сильно подумать и представить, возможно, это можно отнести действительно к пляжным ароматам. Вот. Поэтому давайте я зачитаю вам пирамиду просто на всякий случай. Верхние ноты кокосовое молочко, бергамот. Средние ноты жасмин, гелиотроп. И базовые ноты бурбонская ваниль, кашмира. И скажу я так, что я слышу кокосовое молочко, слышу немного как будто бы пудры. Но такой пудры, ну, возможно, опять-таки гелиотроп. Гелиотроп я люблю, он действительно всегда даёт такую нежность приятную в ароматах. И слышу ваниль, естественно, особенно база, которая по стечению нескольких часов остаётся на коже. База ванильная. Очень приятно. Ваниль я люблю. Вот. Кокос я люблю, люблю нежность. Также люблю как и яркость и сочность. Нежность всегда должна, думаю, присутствовать. Что-то такое нежное должно присутствовать в наших парфюмерных шкафах, так сказать. В общем, я безумно вообще рада своему приобретению. И действительно, это один из самых комплиментарных ароматов в моей коллекции. Поэтому, девчонки мои дорогие, если вы где-то ещё увидите, возможно, в ваших городах ещё присутствуют в наличии в Литуале, или вы в Золотом Яблоке, берите, бегите и берите. Потому что моя коллега, она вообще любительница таких ароматов, как, например, Дольче Габбана Императрица, Дольче Габбана Лилу, по-моему, такой аромат. Что-то вот такое вот. Также ей Дольче Габбана понравилась новинка, по-моему, 23-го года. С таким, ставлю фотографию, орнаментом. Забыла, как это называется, наша, наша русская, народная, российская. Вот что-то такое, какой-то фруктовый свежак цветочный. Ей больше нравится, но она прям, я говорю, я хочу его, я не знаю, что делать, я буду его искать, либо буду ждать, либо я просто отложу деньги, куплю себе за полную стоимость этот аромат, потому что я не могу, я его хочу, он мне нужен. Говорит, я хочу так же пахнуть. Ну, скажите, приятно ведь, когда люди так влюбляются в аромат с вас, и я ей дала, я взяла с собой флакон, я дала ей этот флакончик подержать, посмотреть, она пшикнула на себя, я не могу. Ну, так что вот, девчонки, опять-таки говорю, если увидите, бегите, перейте. Вы точно не пожалеете. Возможно, возможно, кому-то он не сможет понравиться так же, как и мне, но, опять-таки же, я говорю, с люксом гораздо проще, его можно перепродать, либо можно попытаться с ним подружиться, поставить, отставить его, попробовать в разное время года, в разный сезон, в разную погоду, и просто, ну, просто попробовать вот что-то для себя новое открыть. Итак, надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Мне очень греет душу ваши комментарии. Также заходите, переходите в мой телеграм-канал, обязательно подписывайтесь. Подписывайтесь, там интересно, там прикольно, можно пообщаться. Я выставляю какие-то свои будни, рассказываю, чем я занимаюсь, кидаю какие-то красивые фоточки, что-то вот такое вот интересненькое происходит. То есть, такое живое общение можно там со мной приобрести. Не знаю, правильно ли я так скажу, но да ладно. В общем, еще раз надеюсь, вам понравилось это видео. И жду вас снова на своем канале.